МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА США несут ответственность за гибель мирных жителей на севере Сирии, а российская авиация наносит удары исключительно по боевикам и делает это чрезвычайно точно, заявил сирийский президент Башар Асад. Они, ВКС Российской Федерации, действуют крайне точно и всегда каждый день атакуют базы и другие объекты террористов. Более того, именно американцы, а не россияне, убили много мирных жителей на северо-востоке Сирии, сказал он в опубликованном накануне интервью испанской газете ПАИС. Асад отметил, что до сих пор не произошло ни одного инцидента с участием российской авиации, связанного с мирными жителями. Это связано с тем, что россияне не бьют по городам. Они в основном наносят удары по сельской местности. ФБР может провести новую серию арестов чиновников Международной Федерации Футбола во время конгресса организации, в рамках которого состоятся выборы нового президента ФИФА, сообщает Daily Mail. Конгресс пройдет в Цюрихе. На пост президента ФИФА претендует президент Азиатской конфедерации футбола Шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа, бывший заместитель генсекретаря ФИФА француз Жером Шампань, генсекретарь УЕФА, швейцарец Джанни Инфантино и принц Иордании Али бин Аль-Хусейн. В конце мая 2015 года в Цюрихе по подозрению в коррупции было задержано несколько высокопоставленных чиновников ФИФА, после чего началось масштабное международное расследование. Мятежники курды вернули свободу накануне трем сотрудникам из турецкого агентства Анадолу, сообщает агентство АП. Речь идет о корреспонденте, фотографии и операторе, захваченных в пятницу недалеко от границы с Сирией боевиками из рабочей партии Курдистана. Курды пояснили, что сотрудники Анадолу были задержаны, так как вели съемку в удерживаемом боевиками районе, не получив от последних разрешения на это. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, ссылаясь на представителя Всемирной организации здравоохранения, заявил, что вирус ЗИКа не станет помехой для успешного проведения летней олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году. На этой неделе разговаривал с представителем Всемирной организации здравоохранения, и он сказал, что проблема с вирусом ЗИКа не помешает успешному проведению игр, приводит слова Баха пресс-служба Олимпийского комитета России накануне. В настоящее время Бах находится в норвежском Лилихамере, где накануне завершилась зимняя юношеская олимпиада. Находящийся в Российской Федерации экс-сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден выразил готовность вернуться в США, но только при условии организации там справедливого судебного разбирательства, сообщает накануне агентства АП. «Я сообщил властям США, что вернусь, если мне гарантируют справедливое судебное разбирательство, по итогам которого присяжные смогут принять решение», – сказал он, выступая через скайп на форуме в штате Нью-Гэмпшир. При этом, по сообщению АП, Сноуден добавил, что на суде его защите должно быть разрешено, озвучивая секретную информацию, так как в данном случае это в интересах общества. Дом министра транспорта Украины Иосифа Винского в Киевской области ограбили неизвестные. Неизвестные в черной униформе министра избили, его жену положили лицом на пол и 30-40 минут рыскали по дому, рассказал представитель управления нацполиции в Киевской области Николай Жукович. У Винского сломано два ребра, сейчас он находится в больнице, – передает ТАСС. Грабители похитили около 100 тысяч гривен, это около 3700 долларов по текущему курсу. И золотые изделия личности злоумышленников устанавливаются, возбуждено уголовное дело. В квартире на севере Москвы произошло убийство. Совершение преступления подозревает пожилую женщину, передает ТАСС. Источник в правоохранительных органах сообщил, что на Дегунинской улице в одной из квартир было обнаружено тело мужчины 1961 года рождения. По предварительной версии следствия, его застрелила собственная мать. В ходе очередной ссоры 75-летняя женщина нашла в комнате сына травматический пистолет и выстрелила ему в голову. От полученного ранения мужчина скончался на месте. После совершенного преступления женщина попыталась покончить с собой. В настоящее время на месте происшествия работает оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. Подозреваемая госпитализирована. В Прикаспийской Атыраусской области Казахстана ведется досудебное расследование по делу группы браконьеров, промышлявших незаконным выловом осетров, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. При проведении оперативных мероприятий сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью пресечена деятельность ОПГ, промышлявшей незаконным выловом рыб осетровых пород под руководством приверженца нетрадиционного религиозного течения салафизм и покровительства со стороны сотрудника пограничной службы КНБ, говорится в распространенной накануне информации надзорного органа. Это все новости к данному часу. За развитием событий следите в дневных новостях в 13.30 или же на нашем сайте 3w.rikotv.kz Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова